Вновь время новостей на канале Хабар Д4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 348 пассажиров прилетели в Казахстан международными рейсами без ПЦР-справок, сообщили в комитете санопедконтроля Минздрава. Пассажиры прибыли из Германии, Египта, ОАЭ, Турции, России, Белоруссии и Узбекистана. Всех их проверили на ковид. В карантинных стационарах ни у кого тест не показал положительный результат. К слову, за сутки в республике ковид выявили у 773 человек. Всего же число инфицированных в Казахстане преодолело отметку в 136 тысяч. Проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам начали испытывать жители столицы. Накануне в Министерстве цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности предупредили о начале учения кибербезопасность Нур-Султан 2020. Поводом послужили участившиеся атаки на цифровое пространство страны. В условиях пандемии их количество выросло более чем в 2,5 раза. Неполадки, отметили в профильном ведомстве, можно устранить путем установки сертификата безопасности. Для получения детальной информации казахстанцы могут обратиться к операторам связи и в службы техподдержки. Сразу в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской, Туркистанской, Мангистауской, Жамбылской, Кустанайской и Североказахстанской областях наблюдается низовая метель. В Нур-Султане без осадков, температура держится на уровне 20 градусов ниже нуля, но по ощущениям около 30. Водителям стоит заранее ознакомливаться с ситуацией на трассах. По данным онлайн-карты КАЗ-Автожо, по-прежнему ограничено движение на дороге, ведущей из Усть-Каменогорска в город Серебрянск. И полностью закрыт из-за погодных условий участок Ушарал-Достык в Алматинской области между аулами Коктума и Достык. Мороз не мешает жителям столицы проводить время на улице. Накануне в городе открылся ледовый каток. А сегодня моя коллега Ирина Панфилова расскажет, как можно провести выходные в Центральном парке. Итак, Ирина, что там интересного есть, что заставит в морозное воскресенье вылезти из-под теплого одеяла? Арестан, привет! Интересного много, особенно для детей. Это горки, это основное, я считаю. И что заставляет вылезти людей из-под одеяла теплого, это хорошее настроение, конечно. Потому что, несмотря на то, что на термометре почти минус 20, ветра особо нет. Ну, немножко. Когда вот так стоять, то холодно. Давайте немножко пройдемся, чтобы все-таки мы не замерзли. Но, как мы видим, люди двигаются, дети двигаются, поэтому как бы особо не замерзнешь. И что я хочу отметить, самое главное, это, конечно, быть тепло одетым. Ой, аккуратно. Да, чтобы нас не сбили. Вот давайте с людьми поговорим. Здрасте, как у вас настроение? Здравствуйте, Хабар-24, работаем в прямом эфире. Как настроение? Все с семьей пришли? И вообще, часто ли приходите сюда? Не часто, но с семьей, с детьми. Хорошее настроение поддержать. Давайте с детьми поговорим. Как дела? Нравится тебе здесь кататься? Нет? Давно ли здесь уже? Мы здесь где-то 40 минут, и нравится. Нравится, да? А что нравится? Ну, горки хорошие, постараюсь. Ага, ну, давай. Ну, как говорим, папа с мамой часто на горку приводят? Расскажи. Ну, не часто, но нравится. Не страшно? Нет, нормально. А вот тюбинг, получается, свой или тут брали уже? Свой. Свой, да? Специально купили. Вообще, зимой интереснее, чем летом отдыхать? Или и так, и так нравится? И так, и так. Ну, все, хорошего отдыха. Давайте пойдем дальше, поговорим с кем-нибудь еще. Я хочу отметить, что горки здесь самодельные. Вот сейчас оператор вам покажет. В принципе, спускаться не страшно, потому что нет деревьев, нет столбов. Единственное, надо соблюдать дистанцию, чтобы не врезаться друг в друга. Ну, и еще, конечно, надо не забывать о социальной дистанции, потому что сейчас карантин. Давайте еще поговорим с кем-нибудь из детей. И самое главное, что здесь бесплатно, то есть можно прийти кому угодно. Ну, естественно, в дневное время желательно. Если у вас нет своих тюбингов, и в народе их называют ватрушками, баллонами, то можно здесь взять в аренду. По словам продавцов, которые здесь предоставляют эти услуги, стоит полчаса. Тюбинг можно взять в аренду за 500 сеньгер. И по сравнению с прошлым, например, годом цена не изменилась. Но они работают только по выходным, потому что в будни здесь, говорят, мало желающих отдохнуть. Вот, давайте поговорим с детками. Добрый день, добрый день, Хабар-24. Не-не-не-не. А дети? Как настроение? Хорошее. Хорошее? Давно здесь катаетесь? Нравится? Нет, первый раз. Нравится? Нравится. Тебе нравится тут? Да. Нравится. А что тебе нравится? Горки нравятся? Горки. Еще придешь? Ага. Вот видите, дети довольны. Давайте поговорим еще с кем-нибудь. Ну, в принципе, ладно, не будем отвлекать. Эфирное время ограниченное, плюс не будем отвлекать все-таки людей. Самое главное, я говорю, это не забывать о социальной дистанции, быть теплоодетым. А так тут здорово. Арстан? Ну, кому-кому, а вам мороз не страшен. Смотрю на вас лыжные штаны. Спасибо, Ирина Панфилова нас информирует о ситуации в центре столицы. Больше 30 лет жителям села Троебратское в Костанайской области не хватает питьевой воды. Сейчас там живут почти две тысячи человек. Из-за ее дефицита многие из некогда большого населенного пункта просто уезжают. Отказываются вкладывать свои деньги и инвесторы. Хотя проекты у них на руках. Бизнесмены ждут, пока в населенном пункте построят центральный водопровод. Наша съемочная группа отправилась в приграничное село и узнала, как люди отбывают себе питьевую воду. В селе Троебратское Александр Мезенцев живет уже почти 60 лет. И половину своей жизни возит воду. Для этого у него оборудован мотоцикл. Два рейса каждый день. Один родителям, второй к себе домой. А бывало случаи такие, что вообще воды нет. Три-четыре дня бывало. У кого за запасами, флягами, у себя запас дома есть. У кого колодцы есть. У кого нету колодца, значит, флягах дома держат. Все жители села набирают воду здесь. Этот пункт раздачи построен давно. Внутри бочка на 10 кубов. Набрать свои емкости можно 4 часа в день. Два утром и два вечером. Вместо раздачи воду везут трактора из этой башни резервуара. Но и это не первоисточник. Воду в Троебратское везут по железной дороге. Доставляют ее из Акмолинской области, с курортной зоны Щучья-Боровой. В месяц 15 50 кубовых цистерн. В летнее время проблем не возникает. А вот зимой иногда случаются перебои. Воду возят в специальных термоцистернах, но и они иногда не выдерживают сильных морозов. Получается больше 500 километров, чтобы напоить жителей Троебратского. Изначально воду доставляли для струдников узловой станции. Это градообразующее предприятие, где работают 300 местных жителей. Но так вышло, что водой пользуются все. Выхода другого нет. Из-за отсутствия центрального водопровода свои деньги в село не хотят вкладывать инвесторы. Если была бы вода, то пришли бы инвесторы. У нас был проект с турками на 2016 год. Был проект маслозавод. Также макаронный цех, колбат. Много было процесса переработки. Но с тем, что у нас воды нет, вот такая проблема. Власти Узункольского района уверяют, что уже в следующем году в Троебратском будет вода. Не привозная. Есть проект и получено положительное заключение экспертизы. Протянут 48 километров трубы. На все потратят почти миллиард тенге. Жители пока воду получают бесплатно. При реализации проекта еще не оговорены. Скорее всего, будут какую-то сумму платить. Все равно. Такая перспектива, конечно же, сельчан не радует. Вот если бы в дома воду провели. А так им сделают очередной пункт раздачи воды. Это по-прежнему будет неудобно, да еще и по кошелькам ударит изрядно. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Куснаяская область, Хабар-24. В Израиле вновь прошли массовые протесты против премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху. Протестующие все так же обвиняют главу правительства в коррупции. Вдобавок считают, что Нетаньяху плохо справляется с эпид-ситуацией в стране, хотя сами не соблюдали элементарные санитарные правила. Демонстранты собрались у резиденции премьера и выкрикивали лозунги об его отставке. Сообщается о нескольких задержанных. Отмечу, в Израиле продолжается судебный процесс в отношении Бениамина Нетаньяху. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Сам же Нетаньяху отвергают все выдвинутые против него обвинения. Я протестую здесь в первый раз. Я приехал сюда из-за суда, которого Нетаньяху пытается всеми силами избежать. Мы хотим, чтобы он подал в отставку и ушел с поста премьера. Около 90 акций протеста против нового закона о работе полиции прошли одновременно во Франции. В Париже едва начавшаяся манифестация сразу переросла в массовые беспорядки. По запланированному маршруту кортеж протестующих едва успел пройти пару сотен метров, когда неизвестные спровоцировали стычки с полицией. Акция протеста, организованная профсоюзами, Лигой защиты прав человека, а также журналистами, была сорвана. Сожжены два автомобиля, велосипеды, скутеры, разбитые витрины магазинов. Злоумышленники ворвались в отделение банка и из клиентских досье устроили костер. Для разгона толпы силовики использовали слезоточивый газ и водомет. Десятки участников беспорядков задержаны, около 20 из них арестованы. Точное число пострадавших неизвестно, но по информации министра внутренних дел, ранения получили 8 полицейских. Мы задаемся вопросом, почему так произошло? Наша цель – протестовать против этого закона безо всякого насилия, безо всего, что могло бы дискредитировать эту акцию. И это уже вторая акция протеста, которая заканчивается чрезвычайно плохо. А у нас нет возможности выразить наше мнение этим способом. Манифестация испорчена, дискредитирована. Мы задаемся вопросом, почему, кем и по какой причине? Напомню, неделю назад подобные протесты также завершились массовыми беспорядками. После нее правительство обещало пересмотреть редакцию статьи о запрете на видеосъемку полицейских. Но активисты считают весь проект закона посягающим на свободы граждан и общества. Поэтому вновь вывели людей на улицы. Погода накануне по-настоящему удивила жителей Ливана. Сначала на ряд городов обрушился сильный ливень. После чего улицы, в том числе Бейрута, укрыла белым одеялом из выпавшего града. Обильные осадки привели к наводнениям в некоторых районах. На дорогах произошел коллапс. А вот жители южных провинций Китая встретили первый снег. Зимний сезон там начался весьма красиво. Окутанные снегом деревья и склоны привлекли множество туристов, признавшиеся, что попали словно в сказочный мир. После нескольких месяцев неудачных переговоров ЕС и Великобритания попытаются в последний раз преодолеть разногласия по заключению торгового соглашения. Итогом телефонного разговора президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Бориса Джонсона стало решение возобновить переговоры. И уже сегодня, несмотря на выходной день, стороны встретятся в Брюсселе, чтобы попробовать заключить сделку. В случае успеха она будет регулировать взаимный объем торговли размером в триллион долларов в год. Если же документ не будет подписан, то с 1 января 2021 года стороны будут вынуждены торговать по правилам ВТО. Инновационные технологии используют в раскрытии запутанных уголовных дел повладарские полицейские. В расследовании и преступлении криминалисты применяют так называемый детектор лжи. Профессиональный компьютерный полиграф позволяет проверять достоверность данных как у свидетелей, так и у подозреваемых. Специальная система в электронном формате обрабатывает информацию, исследуя анатомические свойства человека. Посредством этого выявляются физиологические изменения в поведении людей при допросе. С помощью детекторов из полусотни преступлений удалось раскрыть половину. Дыхание, верхнее и нижнее дыхание, фотоплетизмограмма, кожно-гальваническая реакция. Бывают подозреваемые лица могут противодействовать нам. Очень большое мы проводим исследования по тяжким, особо тяжким преступлениям. Это убийства, разбойные нападения, грабежи, изнасилования несовершеннолетних, малолетних. В основном только по особо тяжким и не тяжким преступлениям, которые нам следователи приводят людей и назначают постановление. Обещанного пять лет ждут. В Жалгастобе Восточно-Казахстанской области после долгих обращений сельчан наконец-то построили парк с футбольным полем, детскими площадками и отремонтировали заброшенное здание, где теперь находится дом культуры. Однако деньги на это чиновники потратили немалое, в общей сложности 113 миллионов тенге. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Я напомню, соблюдаем социальную дистанцию, носим маски, моем чаще руки, но и не собираемся большими группами. До встречи, вам хорошего дня, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»